Пожрал и лёг спать. Вот он такой же ленивый, ровно так же я делаю SEO для своего сайта. Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов. И я знаю, что многие из вас зачморили меня из-за того, что я перестал снимать дневник SEO Незнайки. И я каюсь, я перестал его снимать и обещал его аж в декабре. Но случилось так, что я не снял его и я каюсь. Дело всё в том, что я обещал снять следующий дневник Незнайки в декабре, потому что я думал, что сделаю 5000 уников в месяц своего SEO-блога, который я и раскручивал, в общем-то, в предыдущих частях. И оказалось, что 5000 уников в месяц – это довольно-таки большая сумма людей, особенно если считать только SEO-трафик. То есть исключить трафик, например, который можно нагнать с помощью рекламы и какой-нибудь трафик, который приходит с подписок из моей подписной базы. И оказывается, что таких людей намного меньше, чем 5000. И когда я сел анализировать, я понял, что всего чистых, настоящих, качественных уников с SEO можно нагнать около 5000 по запросам, которые неинтересны. То есть не все подряд запросы, например, какой-нибудь мультилендинг или ещё что-то, директ-коммандер, кстати, в том числе, который вы видите на экране и так далее. Но нет, мне интересны запросы, естественно, такие настоящие, заказать лендинг-пейдж, заказать Яндекс.Директ. То есть запросы, у которых действительно есть какая-либо монетизация. Да, мы от тех запросов не отказываемся, но тем не менее, всего таких вот качественных запросов, с которых можно получить хоть какие-то заказы, их около 5000. Остальное всё это такая шелупонь, можно сказать. Да, приятно, что другие люди тоже заходят, изучают материалы. И, конечно, они станут когда-то, наверное, моими клиентами, но на это рассчитывать тоже как-то призрачно. Понятное дело, что часть людей действительно так и делает. И прежде чем начать сказ о SEO-лендинге, на который вы, наверное, и пришли посмотреть, я скажу, что я сделал за всё это время своим SEO-блогом. Прошло больше двух месяцев. На самом деле ничего не поменялось. Единственное, что я сделал, это две вещи. Первое – это активно писал статьи, точнее писал, естественно, их не я. Их транскрибировали для меня контентщики. И со спокойной душой они превращались из видео в текст. Причём довольно такой неплохой качественный SEO-текст в том числе. Отдельно я заказывал SEO-текста на странице, где нету какого-либо контента. Например, страницы, где содержат ссылки на другие страницы и так далее. Я туда тоже запиндюрил SEO-текста немножко. Каюсь, не закончил с картинками. То есть на многих страницах нету картинок. Это плохо. И ещё я избавился от копий своих страниц. Например, если брать страницу mcontext.ru, вбить его в сайт, двоеточие mcontext.ru, здесь прям попадались копии страницы. Я с помощью файлика htaccess его немножко почистил, убрал, слепил вместе копии в одну страницу и стало вроде бы всё получше. Да, сразу отвечу на немой вопрос. Действительно, по результатам мой сайт начал выезжать на очень интересных мне позициях в топе. Причём в топе, хочу заметить, по интересным мне запросам. Ну и в том числе по другим не очень интересным запросам. Насколько увеличилось количество трафика? Увеличилось где-то на процентов 20-30, не больше. До 5000 уников с SEO в месяц. Мне осталось не так много, но я сделаю именно видео, когда будет 5000 уников в месяц и больше. Также я постараюсь снять ещё отдельное видео, пока нахожусь в Тае, с одним своим знакомым. Постараюсь, не обещаю. Он человек, который не очень любит камеру. Он SEO-шник и очень круто продвигает сайты. Во всяком случае, в прошлом продвигал, сейчас он этим не особо сильно занимается. Но если ты смотришь, привет тебе. Собственно, если получится, сниму отдельное видео, где он расскажет, проведёт лёгкий аудит сайта и скажет, какие основные проблемы в нём. Ну а проблемы в сайте и так понятно какие, это то, что у меня нету хороших ссылок внутри текста, то есть у меня нету вот этих стратегий кольцо, звезда и тому подобное. Получается, сайтовый тоже звезда, но в другом смысле из-за этого. Этим тоже я буду заниматься, но опять же всё позже. Тем более, сейчас в Таиланде, честно говоря, SEO заниматься мне не очень хочется. Ладно, не буду вас мучить и давайте перейдём наконец-то к SEO-лендингу. Итак, если бить в Яндекс.Сайт.МКонтекст.Ру, можно посмотреть всю выдачу по моему сайту. Ну, например, одна из страниц первых в топе будет создание лендинг-пейдж страницы МКонтекст.Ру слэш лендинг-пейдж. Это, собственно, обычная совершенно страница лендинг-пейдж, которую я сделал когда-то, очень давно. И да, это страница лендинг, в котором есть какая-то ссылочная масса внизу, но она, собственно, ссылается на какие-то страницы, на которые я давно уже тоже забил. И которые были уже, по-моему, 10 раз перенесены и тому подобное. Почему я показываю эту страницу? Потому что если открыть Яндекс.Веб.Мастер и открыть интересующие меня запросы, например, как заказать лендинг-пейдж, это прямой мой запрос, по которому я должен рекламироваться, создание лендинг-пейдж, кроме, наверное, создать лендинг. Создать лендинг я тоже показываюсь, но по другой странице, и меня, в принципе, все устраивает. Меня больше всего интересуют вот эти вот четыре запроса, заказать лендинг-пейдж по-английски, по-русски и создание лендинг-пейдж. И во все четыре запроса входит одна и та же страница, только сидит она на позициях 33, 36, 34, 33. Ну и, собственно, если открыть выдачу по Яндексу, по этим запросам, то будет как раз вот эта страница, лендинг-пейдж. Где-то, кстати, она, кроме создать лендинг, да, вот как раз здесь нету. Причем лендинг-пейдж, лендинг-пейдж, нет, все нормально. Одна и та же страница, я думал, случайно появилась копия ее. Нет, все хорошо. Кстати, эта страница, копия другой страницы, которая тоже у меня находится на сайте, но там просто подменены названия. Но та страница почему-то не продвигается, а эта продвигается. Ну, продвигается, и слава богу. Теперь единственное, что нам нужно сделать, это ее как-то улучшить и попробовать передвинуть ее на первой позиции. И здесь, конечно же, встает главный вопрос, а как вообще работают эти самые SEO-лендинги, о которых очень много люди говорят, но при этом крайне редко все это дело работает. Давайте посмотрим. Для этого нам необходимо сделать самую простую вещь. Надо проанализировать те самые первые страницы, которые есть у нас в Яндексе, например, в выдаче. Мы не будем сейчас брать Google, я возьму специально только Яндекс. Сразу говорю, SEO-шники, ребята, которые смотрят меня профессионально, и спасибо вам большое тоже за советы. Вы тоже иногда даете очень дельные. И если у вас есть какие-то дополнительные советы, я с удовольствием их выслушаю в комментариях. Ну, одно из самых, наверное, крутых правил в SEO-это бери то, что уже работает. Я думаю, спорить никто не будет. Поэтому есть несколько, например, первых страниц. Тут уже страницы практически. Я их открыл. Это SkyLanding.ru. Вот он в топе. И ProLanding.ru. Да, вот она. Почему ProLanding я сразу откину? ProLanding находится, давайте посмотрим, на первом месте. Все очень просто. У них есть блок, как и у меня. То есть, подвинуть их будет довольно сложно, потому что у них есть блок. А у меня тоже есть блок, но он по контекстной рекламе. То есть, лендинг-пейджов там чуть меньше. Ну и, собственно, вот он, этот блок. Да, не будем его смотреть. Мы будем смотреть SkyLanding.ru. И для того, чтобы проанализировать хорошо SkyLanding.ru, ну, например, посмотреть, сколько здесь всего страниц и тому подобное. Ну, можно, конечно, собственно, так просто полазать, посмотреть, есть ли переходы на другие страницы. Ну, как вы видите, здесь нет ни блога, ничего особо такого. Мы будем пользоваться вот такой удобной штукой, которой пользуюсь я очень давно. Audit.megaindex.ru. И где можно вбить аудит сайта и посмотреть любой сайт. Можно это делать и с помощью других инструментов. Мне нравится этот инструмент. Давайте посмотрим, что здесь есть. Количество страниц в Яндексе три, в Гугле одна. То есть, мы не ошиблись. Других страниц там нет. Пейджеранг вообще неизвестно какой. Яндексе каталоги, естественно, их нет. Демос уж тем более. Тиц нулевой. Даже нету робот с текст. Поэтому второе место, теоретически, мы можем попробовать занять. Ровно так же, как и ЛПСупер, ЛБСмарт и так далее. Чем они выделяются? Ну, кроме ConvertMonster.ru, у которых, опять же, есть блок и очень хорошая SEO-база. У остальных лендингов, а тут в основном лендинги, у них все упирается в заголовок. То есть, у них очень много ключей, связанных заказать лендинг пейдж. Давайте посмотрим по созданию лендинг пейдж, кто входит в топ. Реклама. Создание лендинг пейдж, по-английски лендинг пейдж под ключ. Лендинге.ru. Смарт лендинг биз. Давайте тоже их посмотрим. Не будем их в аудит засовывать, просто посмотрим, как они выглядят. Лендинг пейдж бизет. ЛП-генератор. Ну, ЛП-генератор все-таки очень хороший сервис, и он тоже по SEO продвигается. Поэтому мы его вряд ли задвинем. И вот Skylanding.ru как раз тот самый, в котором, в принципе, ничего нет. То есть, к нему, то есть, до пятого места мы должны теоретически подняться. Ну, хотя бы попробовать это сделать, потому что у нас есть блок, у нас есть все остальное. На лендинге, который тоже висит в топе. Создание продающих лендинг пейдж за 7 дней. Получить мощный инструмент и так далее. Я предполагаю, что у них тоже особо ничего нет. Давайте посмотрим. Ну, да, ничего особо нет. Скорее всего, одна, две страницы в лучшем случае. Итак, давайте посмотрим, на чем же выезжают все-таки лендинги. Первое, с чего мы должны начать, это понять, что если у вас конкурентные ниши, и у вас очень много SEO различных раскрученных сайтов, то с лендингом лезть в SEO – это бесполезно. Я думаю, это скажет вам любой здравомыслящий SEO-шник. Причем вы сломали, подписчики мои, и вообще многие люди сломали мозг SEO-шникам, когда вы показывали SEO-лендинги, которые попадались в топ. В том числе и я ломал не один раз мозг людям, в том числе и довольно известным, когда показывал, что мой лендинг, который 2-3 года назад был в топе, он сидел по запросу настройка Яндекс.Директ на первой позиции. Люди, конечно, смущались. Сейчас такого нет, потому что появились SEO-оптимизаторы, и многие пытаются оптимизировать. Если же у вас нет большой конкуренции, или вы хотите продвинуться по каким-то определенным запросам, там, двум, трем, не больше, например, вот создание лендинг-пейдж, где SEO-блоги, они такие, ну, вроде есть, но вроде их особо и нету. Что же делать? Первое, конечно же, надо проанализировать конкурентов. Ну, например, вот Skylanding. Давайте его сразу же вобьем в ауди-сайты. Я это еще не делал, поэтому, как говорится, это все делается на Абу. Мы откроем H1, посмотрим, что у них продвигается в заголовке H1. Расслабьтесь, ваш лендинг будет продавать за вас. Проблема есть, но это нас тоже не интересует. Мы еще также посмотрим title. Title – заказать лендинг-пейдж, заказать посадочную страницу. Он отличается от H1, это довольно-таки большой плюс. Мы тоже попробуем сделать что-то похожее. То есть, возьмем за основу заказать лендинг-пейдж, заказать посадочную страницу. Но только посадочную страницу мы использовать не будем, потому что по нему у нас двигается у меня другой запрос. Мы будем использовать заказать лендинг-пейдж. Ну что ж, давайте сразу же откроем наш сайтик. И открываем сразу индекс HTML нашего сайта. Я буду даже копировать не буду сайт, сразу буду править. У меня копии, если что, этого лендинга где-то когда-нибудь, когда-то точно хранятся. Если что, я обратно всегда верну. То есть, если вдруг у меня получится какая-нибудь какашка, я ее верну обратно. Сейчас у меня title – это монстр контекст создания лендинг-пейдж. Давайте посмотрим, как написано у этих красавцев. У них написано «заказать лендинг-пейдж и заказать продающую страницу». Мы попробуем еще использовать просто слово «заказать». Создание лендинг-пейдж у меня уже не подходит. Все очень просто, потому что по созданию лендинг-пейдж у меня двигается тоже другая страница. Здесь надо написать именно «заказать» или «создание лендинг-пейдж». Сразу говорю, ребята, я не знаю, вот эти вот всякие дополнительные символы влияют хорошо или плохо на наш title и на наше место. Я просто сделаю, как сделаю. То есть, можно еще вот сделать так – «заказать создание лендинг-пейдж». Кстати, даже и звучит, в принципе, нормально, адекватно. Так и оставим. Так, дальше у нас идет H1, у нас «создание лендинг-пейдж». Двигаемся ли мы по запросу «создание лендинг-пейдж»? Да, двигаемся. Тогда, наверное, идеально будет дописать «заказать создание лендинг-пейдж», чтобы у нас появилось слово «заказать» в заголовке H1. «Заказать создание лендинг-пейдж с прибылью» и так далее. Наш телефон. Перезвоним. Давайте вообще посмотрим на эту страницу, как она выглядит. Да, во-первых, это можно сделать. Во-вторых, вот это вот все можно сделать помельче, потому что оно занимает много места. Либо «заказать создание лендинг-пейдж» сделать крупнее. Наверное, я это сейчас и сделаю. Для этого я просто зайду в CSS. У меня, сразу говорю, этот лендинг сделан не на конструкторе. И большинство всех лендингов, которые я делаю для себя, да и вообще для клиентов, я делаю, делают мои ребята с помощью исходного кода. И это, в принципе, правильно. И вам советую тоже это делать. Много пунктов. Когда-нибудь сниму об этом видео, но не сегодня. Итак, H1. Ищем H1. Фонд сайтс у нас head left. Вот, head left. Используем «посмотреть код». У нас называется Parallax H1. Мы попробуем найти такую штуку. Нашел. Фонд сайтс 28. Мы будем использовать больше, например, 35. Можно это попробовать, кстати, прямо здесь на сайте. И посмотреть, как это будет выглядеть. Ну да, создание лендинг-пейдж с уникальным дизайном, адаптивной версткой. Сразу говорю, лендинг выглядит ужасно, потому что сделан он был в 2013 году или что-то такое. То есть, он реально старый. Ну, это, наверное, в плюс мне. Да, тут есть над чем подумать, переделать и так далее. Мы не будем об этом говорить. Тут, по-моему, используется несколько шрифтов. Их, конечно, хорошо бы переделать, переписать и так далее. Вставить видяшку какую-нибудь сюда же. Ну, может быть, когда-нибудь я это и сделаю. Дальше. У нас, конечно же, второй момент, который я хочу сделать, это прилепить сюда внизу мой любимый футер, который есть у меня на странице mcontext.ru. То есть, он у меня основной. Благо, я его могу сделать очень легко. Он используется у меня на всех страницах. То есть, это общий футер. И, естественно, это будет хоть какая-то перелинковка с другими страницами. Вот он, мой любимый футер. Сейчас я его и перенесу на свою страницу. Да, если, ребята, у вас много страниц, конечно же, копируйте футер и делайте его обязательно. Очень удобная вещь. Я вам всегда буду советовать это делать в обязательном порядке. Так, любое использование материалов. Ну, все вот это я могу, в принципе, как раз снести и вставить свой футер. Либо можно, кстати, закомментировать просто. Пока. А потом всегда удалить. Правда, я наверняка забуду это сделать. Ну, это обычное дело. Так. И дополнительно. Тут, кстати, стоят еще даже какие-то счетчики непонятные. Яндекс.Метрики. То есть, страница настолько старая, что, на самом деле, я даже не знаю, какого она года. Ну, скорее всего, 13-го. Не 12-го. Точно. В 12-м я не делал страницы landing page на landing page. 13-го года, наверное, даже ближе к концу. Два года страницы. Показывается все. Это хорошо. И теперь нам необходимо... Мы перенесли. Попробуем. Сейчас сохраним. Посмотрим, как это будет выглядеть. Да, конечно, забыл еще дополнительно перенести CSS. Сейчас я это быстро сделаю. И смотрим результат. Первым делом должно поменяться вот заголовок. А я, кстати, оставил создание landing page. Ну, пусть у нас такое останется, потому что у нас заказать создание landing page. По-моему, текст я не менял, да? Хотя менял. Давайте еще раз поправим. Посмотрим. Сохраним. Landing page с уникальным дизайном, да, активной версткой и АБ-тестом за 100 тысяч рублей. Ужас. Так. Что-то тут поехало. Но это я всегда смогу поправить. Это не самое страшное. Главное, что у нас появился футер. И осталось убрать только, видимо, то, что я не убрал. Это вот кнопочку наверх и вот монстр контекст. Видимо, я что-то убрал другое. Да. Давайте я сейчас посмотрю, что я там убрал случайно. Видимо, просто ссылки какие-то. Да. Надо убрать больше просто, оказывается. Да, 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 да. Я это делаю. Убираю. И еще убираю вот эту вот штуку для перехода наверх. Она тоже не нужна. Все. Тем самым у меня получается, что я убрал просто обычный футер свой. И теперь у меня есть небольшое преимущество по сравнению с другими своими конкурентами. У меня есть перелинковка этой страницы с другими. Кстати, можно посмотреть, что раньше футер, буквально там два года назад он выглядел почти так же, как и выглядит сейчас. Так, у меня сейчас почистится кэш и уберет сейчас дубль моего футера. Теперь давайте посмотрим, что еще есть у конкурентов. Скорее всего, у них что-то есть, связанное с большим количеством текста про создание лендинг-пейдж. Возьмем слово лендинг-пейдж. Как вы понимаете, сейчас для Яндекса и для Гугла это одно и то же написание. То есть делать отдельные страницы лендинг-пейдж по-русски, по-английски нет смысла. Если не читать, конечно, директ. Дизайн мобильной версии, таргетировано, дополнительно что-то еще делается. Так, так, так. Ну, собственно, текста с лендинг-пейдж мало. Наверное, еще по-русски тут пишется. Лендинг, Sky Landing Design Studio. Какие хитрые люди. В отзывы засунули еще дополнительно текст про лендинги. Да, вот они, отзывы наши пошли. И тут везде используют слово лендинг. Заказатель заказал, заказывал лендинг для своей компании. На самом деле ужасно лагает этот сайт. Ну, ладно, это нам в плюс. Мы сможем сделать сайт, который будет не лагать. И дальше, дальше, дальше. Давайте еще посмотрим по-русски, конечно же, ленд. Просто напишем ленд. Вообще, напишем даже не лендинг, а лендинг. То есть, ндинг. 17 аж вхождений. Лендинг или сайт. Лендинг, 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 лендинг. Очень много текста о лендинге. Значит, нам нужно тоже использовать большое количество слов лендинг в различном виде. И мы, наверное, сейчас это тоже будем делать. Также мы воспользуемся нашей любимой программой. Называется tools.pingdom.com. Дальше не помню, как. Сейчас зайдем, посмотрим. Вот FPT. И сюда вобьем как раз два сайта. Наш и сайт skylanding.ru. Тот, который один из топовых сайтов. И наш mcontext. Лендинг пейдж. Также мы еще должны поменять будем обязательно что-то с счетчиками у нас связанное. Возможно, у нас, кстати, тяжелая страница. Вот уже 2,3 мегабайта вижу. У конкурентов она весит 3,8. Грузится 5 секунд. У нас она грузится 3,5. И весит она 2,3. И что, это лучше, конечно же, это в плюс нам. Значит, нам ничего здесь делать особо не надо. Возможно, некоторые только странички поотправить. У нас даже perfect grade на 10 выше. Наверное, есть смысл, конечно, поколупать, посмотреть еще конкурентов. Но мы париться особо сейчас не будем по этому. Это значит, что нам, как всегда, для SEO осталось только переписать текст. То есть, нам необходимо слово «посадочная страница» заменить на лендинг пейдж. Сделать больше текста лендинг пейдж. Попихнуть его, например, сделать отзывы. У нас отзывов здесь очень мало. Нужно запихнуть больше отзывов. Естественно, править страницу мы будем только добавляя что-то новое. То есть, убирать ничего мы не будем. Потому что, если мы начнем что-то убирать, а это на самом деле работало для SEO, скорее всего, тут все работает для SEO хоть как-то, это, конечно, может произвести просто не очень хороший эффект. Поэтому мы сейчас, первое, исправим кое-какие элементы, во-вторых, изменим текст и поправим его на лендинг пейдж. Также еще мы сделаем очень интересный анализ. Мы посмотрим, мы вроде проверяли текст, да, но какими-то странными способами. Дурк, я вспомнил про наш любимый сайт, называется он Text.ru, где можно проверить текст на уникальность и в том числе посмотреть вхождение текста. Так вот, давайте мы возьмем весь наш Skylanding.ru, нажмем Ctrl-A на нем, Ctrl-C и вставим его в текст. И проверим его на уникальность. Можно это делать, кстати, по-моему, по странице. То есть можно просто вставить ссылку на страницу, но я, честно говоря, не помню, как это делать, поэтому уж извините меня за нубство мое. Вот, я начал уже править страницу, кое-что поправил. Оказалось просто, что была кривая верстка. Когда-то руки моих программистов были очень кривые, видимо, в 2013 году. Либо я что-то исправил, сделал не так. Ой, да. И сейчас я, конечно же, просто вставлю текст со своей страницы, нажму Ctrl-A, Ctrl-C и вставлю, проверю на уникальность свой текст. Ну, каким-либо таким кривым способом. Посмотрим. Проверка фографии, бесплатная, ну, не знаю, где там ошибка, не суть. Нам самое главное узнать уникальность и вхождение слов. То есть у нас самое интересное – это вот SEO-анализ, в принципе. Сколько символов? Символов здесь аж 6 тысяч, а у нас 8 с половиной тысяч, то есть у нас больше, заспавленность у нас на 4% больше, воды больше, количество слов у нас больше. Ну, еще уникальность. Меня очень интересует уникальность. Здесь, я думаю, он уникален на 100%. Вот он Sky Landing. Да, и оказывается, есть еще один какой-то сайт, LandingPageOneRu. Ну, видимо, копия этого лендинга. Ну, я думаю, что моей страницы, во всяком случае, до появления этого видео особо сильно копий нету. Ну, вот посмотрим на схожие страницы. Да, копия страницы. Я думаю, здесь только заменен телефон и что-нибудь такое. Ну, он, естественно, не появляется нигде в SEO, поэтому абсолютно все равно. А у меня есть еще, вот моя страница, еще где-то в архиве хранится. Оказывается, страница уникальная. Ну, что же, это плюс. И, значит, нам осталось только разобраться, почему у нас, вообще, что у нас по вхождениям. Вот я нажал на SEO-анализ текста, вкладочку, и здесь можно, в принципе, все посмотреть. Нас больше всего интересует вхождение. Вхождение у нас, как мы видим, здесь он более такой слабый вхождение. То есть, у конкурентов вхождение чуть меньше по тексту, нежели чем у нас. Тут используются и различные лендинг-пейджи и так, и сяк, и по-разному. У нас нет. Скриншот – это ладно. Заказать лендинг. Сколько стоит лендинг-пейдж. Ну, то есть, есть различные вариации, которые нам тоже надо использовать. У нас очень много появляется слов лендинг-пейдж, страница. То есть, вот эту посадочную страницу всю надо заменить на лендинг-пейдж и так далее. То есть, вот сейчас мы пройдемся по нашей странице и попробуем убрать всю лишнюю вот эту информацию. Вот, внизу можно посмотреть, как и у конкурентов, так и у нас. По группам вхождение, настройка таргетированная. Так, это нас не интересует. Лендинг-пейдж 100 тысяч рублей. Ну, понятное дело, по запросу лендинг-пейдж 100 тысяч рублей мы будем висеть в топе. Но нас это не совсем устраивает. Нас нужно продвигать по более короткому запросу стоимость, например, лендинг-пейдж или создание лендинг-пейдж, или заказать лендинг-пейдж. Потому что 100 тысяч – это стрельба по воробьям из пушки. Что ж, давайте попробуем покрутить, посмотреть, переписать наши тексты. Ну, и вернемся обратно. Пока лазал я, делал свою страничку, лендинг-пейдж, я нашел копию, клон своей страницы, слава богу, у себя. Страница, которая появилась первой, называлась она «Посадочная страница с уникальным дизайном, адаптивной версткой, АБ-тестом за 100 тысяч рублей от Константина Горбунова». Причем это был как H1 заголовок, так и title. Ну, собственно, я посмотрел, по некоторым запросам она действительно выпадает, даже в топ-1 выпадает. Но я решил сделать следующим образом. Я решил склеить все-таки две страницы, лендинг-пейдж и LP. Ну, вот лендинг-пейдж уже даже получше выглядит, плюс я еще дописал тут текста. И я решил все-таки склеить две страницы. Пусть больше будет у меня на лендинг-пейдж упор, потому что посадочная страница вбивает крайне мало людей. И, в общем, страница будет у меня туда перенесена. Эту страницу я уберу. Попробую склеить из двух одну. Надеюсь, что это принесет результат. Плюс я вбил в Яндекс посадочные страницы и увидел, что там выпадает лендинг-пейдж. Поэтому Яндекс уже считает близким лендинг-пейдж к посадочным страницам. Поэтому я набью текста больше. Там будет и посадочная страница, и лендинг-пейдж. В новой странице я добавил нового текста. Много, можно сказать. Еще добавлю нового текста. Некоторые картинки поправлю. Честно говоря, нет времени этим сейчас заниматься. Обязательно добавлю. Дел, в принципе, на 5, 15, на 20 минут. Пришлось исправлять очень много огрехов верстальщика. Ну, 13-й год. Было хардкорное время. Мы потешались как могли. Видимо, находили каких-то очень левых верстальщиков. В общем, сделано было ужасно. Пришлось все это переписывать, переделывать. Ну, в общем, ладно. Кое-что убрали. Если что, в конце концов, можно перерисовать, доделать. Не перерисовать, доделать. Конечно же, добавим новых кейсов. Новые кейсы – это в первую очередь тексты. То есть, мы добавим видео плюс описание к ним текстовое, которые нам дадут еще дополнительно много-много буковок. И к этому Яндекс будет относиться очень хорошо. Обязательно я добавлю описание вот к этим всем видео. И попробую также добавить сюда новые видео. У меня их много. За последние два года скопилось. Что-нибудь да вставлю. Естественно, я поправил футер, как вы помните. Так и не нашел, почему вот эта полоска появляется. Ну, да и фиг с ней она сильно не мешает. Также я дополнительно добавлю новых картинок. То есть, здесь будут еще дополнительно картинки моих лендингов. То есть, некоторые скрины, кроме результатов, я еще и вставлю именно картинки лендингов. На одной странице у меня уже такое есть, поэтому я просто оттуда аккуратненько это все возьму. И думаю, что получится очень даже хорошо. И мы посмотрим, какой будет результат вот таких манипуляций спустя 2-3 недельки. И заодно попробую взять как раз интервью своего друга насчет аудита моего сайта, SEO-блога. Поэтому, друзья, если вам понравился SEO-блог, и вам понравилось, что он начал выходить снова, ставьте лайки. Также, естественно, будем надеяться, что у меня дойдет до 5000 уников в месяц. Мой SEO-блог доползет. И также, конечно, пишите в комментариях все свои мои косяки, которые вы увидели. И какие-то дополнительные свои комментарии, если есть что добавить. На этом все. С вами был Константин Горбунов. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok